У вас теперь уже не осталось людей, там, не знаю, кумиров, условно говоря, с которыми рядом вы чувствуете себя некомфортно? У меня всё это осталось, и я думаю, что у меня останется, наверное, всегда это, потому что, ну, меня вообще в мамы, как бы, там, родители учили быть очень уважительной, как людям, которые что-то стихли к возрасту. Нет, ну, это то, что я иногда несу, это не важно, а то, что по жизнему... А, то есть, к Игорю Николаеву это уважение к возрасту? Нет, это возражение, возражение, возражение полностью, это, понимаете, это уважение к тому, что этот человек, как бы, с кем он работал, какие хиты он написал, то есть, даже хитами, это новое слово такое, как сказать, шлягер, композиция, ну, потому что ещё одна моя самая любимая певица, это... Пугачёва. Да, 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 Пугачёва, конечно, и вот к Пугачёвой, к Олегровой, и, то есть, когда и до сих пор, вот мы получали недавно золотой граммофон за нашу дуэтную песню, и я, когда с ней стою, я не могу разговаривать, то есть, у меня теряется абсолютно дар речи. Вот это два человека на нашей эстраде, при которых у меня абсолютно теряется дар речи, и я хочу что-то там, ну, потому что я такая девчонка весёлая, общительная, а тут я, ну, и всё, и я, то есть, начинаю холодеть, там, здесь совершенно не потеть. А, боже мой, ну, чем же они... Я не знаю, может быть, вот такая любовь, как бы, вот, с детства, вот, огромная, то есть, я выросла на этих песнях, и я... А, да, кстати, тоже приятно им услышать будет. Ну, блин, я, конечно, так говорить нельзя, но это просто так и есть, иногда даже, да, вот, слова правильно не могу подобрать, но это, как бы, от души, вот, и... Поэтому я говорю, мы стоим с Ирины Александровной, и я не знаю, что сказать, и говорю что-то не то, не Влад, не Попад, ну, короче, вот, как-то так. Потом поехала в Санкт-Петербург, она, к сожалению, не смогла поехать, получать золотой граммофон, и я пела там одна, вот, с её партией, и тогда я уже там, ух, сегодня рассказала, всё сказала, и сказала, что и слова сама написала, и вообще, граммофон мой, ну, как автора. Поэтому много-много всего, а с ней я даже забыла, что я и слова написала, вообще, и вообще, где я нахожусь, и вот этот такой, у меня даже есть такая фотография, вот, у меня такие глаза. Ну, испуганно. И вот то же самое у меня была история, у нас время есть, я могу рассказать, да, Алла Борисовна Пугачёвой, когда вот у неё было своё радио, и мы поехали. Радио Алла. Да, радио Алла. Я до сих пор, я, то есть, до конца не могла поверить, мы ехали с моим директором Леной, моей подругой, она тоже огромная фанатка, просто поклонница, то есть мы с ней всегда там, ну, то есть, если что-то поём, то это, конечно, Алла Борисовна Пугачёва. Вот. И, значит, я до последнего не верила, что она придёт в студию, будет сидеть рядом со мной, задавать мне вопросы. Я думала, что запишут вопросы, как бы меня будут спрашивать, а потом включать, ну, как вопрос-ответ такая вот, без, как бы, человека. И когда мы входим, и они говорят, что сейчас Алла Борисовна придёт, только вот там, она немножко себя плохо чувствует, не обращает внимания. Я говорю, то есть она в итоге придёт? Вот. Я у меня началась, а там было что-то, ой, ну, весна, у меня не... А, да, было как раз одиночество. Когда у нас вышел-то, господи, хит? Вот. В августе. Да, это было, значит, перед летом. Вот. И я села, и у меня начался просто такой мадраж. И вот это садится со мной, значит, это вот просто великая женщина, и я понимаю, что я ничего не могу говорить, я ничего не могу делать. Я просто мокрая, насквозь из них за выражение, потому что у меня начинают работать там все мои гормоны, феромоны, не знаете, что там в организме у нас работает, но это не важно, это программа здоровья. Ну вот. И меня начинает трясти, я начинаю нести какую-то чушь, ну, короче, программа появилась, очень была весёлая, очень такая, ну, и трогательная, и мобильная, и весёлая, и, ну, и Алла Борисовна даже она себя неважно чувствовала. Она даже говорит, господи, девочка, где у тебя подзарядка, я от тебя подзарядилась, пойду теперь с хорошим настроением. И что было для меня очень важно и приятно, когда закончился эфир, она попросила, чтобы все вышли, и сказала мне, ну, так, прям не несколько слов, так, несколько минут, мы с ней поговорили очень по душам. И она мне сделала даже такой прогноз, что в следующем году я буду просто супер популярна, вот осталось только буквально месяц, у тебя будет такая песня, которая вот останется с тобой на всю жизнь. Сначала сказала два месяца, потом просто говорит, нет, будет месяц, я вот просто это действительно запомнила, вот, мы подарили букет цветов, мы сидели потом в машине, ехали когда на какую-то съёмку, и я просто молчала. Когда вы говорите, мы, вы кого? Ну, я имею в виду Лену, да, свою директор, подругу, вот, мы сидели с ней молчали, потому что для неё тоже это как-то, вот, она там даже, ну, мы не понимаем, что действительно произошло, и вот, мы так ехали, только через полчаса, я говорю, Лену мне сказали, что я буду супер, короче, там, супер звездой, что у нас будет супер хит, вот, через месяц. И через месяц я прихожу в офис к нам, в ПЦ Дробыш, и Виктор Яковлевич говорит, Настя, я написал песню, ты должна спеть случайно, одиночество, сволочь. Ну и всё, и так получилось. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.